Добрый день, друзья! Это кулинарный канал Натальи Горбачёвой. Давненько я не выкладывала рецепты хлеба на закваске. Сегодня покажу, как я пеку ржано-пшеничный хлебушек. Будет два варианта. Сначала, как обычно, я делаю закваску опару и одновременно закваску подкармливаю. Подробно об этом я рассказывала в отдельном видео. Его можно посмотреть по ссылке, которая сейчас находится на экране. Или после просмотра этого видео зайти вниз в описании. Там тоже будут все ссылки и состав ингредиентов хлеба. Для замеса я беру готовую закваску опару, просеянную муку, ржаную обзирную и цельнозерновую пшеничную. Все продукты соединяю. Напомню, что у меня закваска 150% влажности. Если у вас 100% закваска, то есть более густая, то стоит добавить чуть больше воды. Тесто не должно быть слишком плотным. Оно с определенным усилием, но все-таки вымешивается ложкой. К рукам оно липнет. Готовое тесто я ставлю на расстойку в тепло, ближе к плите или к батарее. Чашку накрываю полотенцем или пищевой пленкой. Можно также пакетом. В зависимости от температуры в помещении, на расстойку может уйти от 2 до 3 часов. Либо чуть больше. Готовность теста я определяю по появившимся пузырикам. Тесто становится пористым. Я перекладываю его в форму для выпечки и ставлю еще раз на расстойку. Обычно второй раз я оставляю тесто на час. Завожу таймер и затем по сигналу таймера включаю духовку на разогрев. Минут до 10-15. Выставляю температуру 200 градусов. Ставлю форму с хлебом в прогретую духовку и пеку при этой же температуре до румяной корочки. В моей духовке хлеб обычно выпекается за 50 минут. Я вынимаю его из формы, выкладываю на доску и накрываю полотенцем. К столу хлеб я подаю уже полностью остывшим. Второй вариант хлеба готовится так же. Разница лишь в том, что к ржаной и пшеничной муке я добавляю немного гречневой. Хлебушек с гречневой мукой получается более богатым, насыщенным на вкус и более ароматным. Тесто для него требует немного больше воды. Все пропорции будут указаны внизу под видео. Ржаный пшеничный хлеб выходит не очень высоким, но пористым. И как любой домашний хлеб, очень вкусным. А если кусочки слегка подсушить в тостере, сверху уложить сыр или солёную селёдочку. Получается очень вкусно и аппетитно. Кстати, рецепт солёной селёдки я недавно публиковала на моём канале. Ссылку ищите также внизу в описании под видео. Также я приглашаю вас подписаться на канал, если вы ещё не подписаны. Включить колокольчик и первыми узнавать о новых видео.